Всем привет! Нужно мне по делам на пару дней проехать в Италию. Но в этот раз я решил не ехать основными прямыми маршрутами, а маленько отклониться и проехать через Словению. Заехать в очень интересное место. Это называется оно «Постойная яма». Это самая крупная пещера в мире, которая доступна для посещения туристами. Находится она в одноименном поселке «Постойно». И много я про это место читал, но никак не удавалось мне туда заскочить. И в этот раз я заеду и покажу, что оно из себя представляет. Пока мы подъезжаем к пещере, едем какими-то серпантинами постоянными. Скорости практически нет. Я расскажу немного о этих пещерах. Вообще в Словении насчитывается около 11 тысяч разнообразных пещер. И они называются «Карстовые». По-словенски это будет «Карст». И для посещения тоже много пещер открыто. Но туристов любовали, конечно, это самые крупные впечатляющие, в которые мы сейчас заедем. Вообще даже в районе «Постойный» по-моему около трех пещер, которые очень интересны для посещения. Но мы заедем только в одно, потому что нам нужно продвигаться дальше. И еще там недалеко есть замок, который как бы впечатан в скалу. Мы тоже хотим заехать в этот замок, если сегодня успеем, если не стемнеет. А вообще эту «Постойную яму», в которую мы сейчас едем, обнаружили в долине реки Пивки еще в 1818 году. Разведал ее местный какой-то там сторожил Лука. И с тех пор он ее там как-то разметил, что-то сделал и начал водить туда туристов. И в наше время уже пещера освещена, все там проложено, мостики, веревочки. И довольно-таки она стала современной. И туристы от нее просто балдеют. Вот еще местная достопримечательность. Танк стоит. Похоже, Т-34. Добрались до «Постойной ямы». Как раз мы видим край пещеры. Начало ее. Это вид у нас с балкона. Но льет нещадно дождик. Но слава богу, что в пещере, я надеюсь, будет сухо. Только холодно. 10 градусов в пещере. Да и на улице сейчас 15, не жарко. А вообще видок-то красивый был бы, если бы солнышко светило. Может быть с утра выглянет. Все равно здесь ночевать. Народу здесь просто всегда валом. И с учетом того, что сейчас вообще не сезон. И льет дождь уже несколько суток здесь. Но все сделано для туристов. Куча сувениров. Поесть можно на каждом шагу. Итак, мы уже видим яму, подходим. Здесь выдают аудиогиды. Предлагаю, если кто поедет, обязательно взять. Потому что вы узнаете о всех прелестях этой пещеры. Есть на русском языке все. Даст 2? Девушка даст 2. И так пещера с тобой есть спиной. А вот гид, аппаратуру, чтобы не мешалось, по карманам рассосовали. Ну что, куда? И продолжаем. Идем дальше. Заход в пещеру каждый час. Закрыто еще пока. Осталось минут 15 до открытия. Ну, народ уже собирается. И тут у каждой страны есть свой гид. Приставят таблички. Первая группа это германская. Там дальше итальянская. Еще какая-то. Они будут разговаривать. Живым языком все объяснять. Ну, а нам придется видеогид слушать. Что тоже неплохо. Кто забыл взять теплые вещи. Можно тут, по-моему, 3 или 4 евро. Стоит накидочка теплая. Дальше народ проходит. И мы сейчас сядем в вагончики такие железнодорожные. И поедем по пещере. Люди некоторые идут вообще в шортах. Они еще не представляют, что там будет довольно-таки холодно. Ну, или либо закаленные. Произошла посадка. Вагончики все заняты людьми. И сейчас поедем. Я постарался съесть в последний вагончик. Посмотрим. Ну, в принципе, прикольно едем. Я еще постараюсь сделать таймлапс видео. Включил вторую камеру. Ну, довольно-таки красиво. И я, как понимаю, ехать на 5 километров. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Видно, что сталактиты некоторые подрубали. Иначе здесь невозможно было бы проложить дорогу. Но, конечно, впечатляет. Вот еще и встречные поезда здесь ходят. Еле-еле успел убрать камеру. Чуть-чуть я не шарахал об стенку. Похоже, подъезжаем. Будем выходить. Ну, я так понимаю, что самое интересное начинается только с этого момента. Вот вам и первое впечатление. Я такого просто не представлял, что такое мать природа могла сделать. Я не знаю, сможет ли это передать камеру, но это просто неописуемо. Кстати, почему мы это все видим? Это река Пивка, которая здесь текла. Многие тысячелетия она проделала все эти ходы. А сейчас она спустилась куда-то под землю. И сейчас она течет под землей. Мы ее просто не видим. Видим только на выходе из пещеры. Да, действительно, это словами не передать. Это нужно видеть. Ну, если честно, я, в принципе, просто дальше не могу передать словами все это. Я, наверное, сейчас излишне эмоционален. Но это, да, это стоит того. Кстати, все это создается мелкими каплями воды. На латийском это, по-моему, стилба или стигла. Как-то так. Ну, короче, в переводе получается сталактиты. Здесь только какие-то сказки снимать, я не знаю, внеземные. Мы видим, с потолка свисают сталактиты. Сталактиты идут вниз у нас, а сталагниты растут наверх. Какой огромный зал. Вот, если взять сталактиты, которые с потолка сейчас свисают, то у них возраст примерно как у египетских пирамид. Даже в это поверить сложно. Так, здесь наверх проход закрыт почему-то. Наверное, будем спускаться вниз сейчас. Смотрим сверху в зал. Там идет гид итальянский. Ну да, сейчас будем спускаться вниз. Народ уже там весь стоит. Лесенки идут как серпантин. Блин, ну как же красиво. Конечно, самое прикольное, что не надо лазить по камням, тут ноги ломать, а идешь по нормальной бетонной дорожке. Все сделано для людей. Дорожки блестят, но они не скользкие. Вот когда-то здесь камни такие падали. Очень красивая подсветка, но немного все-таки темновато. Смотреть красиво, но не знаю, как камера это передаст. Но я думаю, что я поставлю потом еще какие-то фотографии. Фотографии хорошо получаются с телефона. Светлые. Если что, я поставлю их. Пока еще мы не видим летучих мышей. Я не знаю, есть они или нет. Можно прикоснуться к древности. К творениям природы миллионнолетним. Здесь у нас видок в верхний зал, откуда я спускаюсь. Дорожка тоже сделана серпантином. Сейчас я подошел к мосту. Этот мост так называется Русский мост. Он был построен русскими военнопленными во время Первой мировой войны. Вот так вот. Кто бы даже знал, что в Словении тут еще наши военнопленные что-то строили. Ну я не знаю. Романтики, похоже, здесь просто могут сойти с ума. Слишком впечатлительным даже. Не рекомендую сюда заглядывать. Вода, кстати, так и продолжает сочиться с потолка. Пол мокрый. Все стены видно, что влажные. Дальше творят свое чудо. Этот зал называется залом спагетти. Так как мы видим здесь сталактиты в форме тоненьких трубочек свисают по всему потолку. Оттого он так и получил это название. А второе название он еще, по-моему, получил это каменный дождь. Белый зал. Он так и называется. Так как здесь кальциты не содержат никаких примесей. И то, что сверху и снизу растет, они практически получаются все белые. А это упавшие сталагмиты. Так как они растут и становится все тяжелее и тяжелее, а земля под ними, ну, довольно-таки мягкая получается. И от своей тяжести они потом падают. Что-то я иду и иду. В пещере пропали все голоса. Стало совсем тихо. Никого не слышно, не впереди и сзади. Надеюсь, я правильно иду. Ну, если дорожка есть, куда-нибудь выведет. Очень сильно блестят сталагмиты. Особенно, когда засушливый сезон, мало воды сюда проникает, в пещеры эти, в карстовые. И сталагмиты в этом случае блестят очень сильно. Один зал сменяет другим залом. Я уже нахожусь один в полнейшей тишине. И опять же вижу красивейшие сталагтиты. Они как материал какой-то развернуты. А здесь у нас идет переходик. Он вырублен искусственно для того, чтобы из одного тоннеля пещеры мы попали во второй. Только начал снимать видео и потух свет. Там люди закричали, испугались. А здесь мы видим, что все равно случаются обвалы. Сюда вот когда-то шел камнепад. На камере не видно, но там идет вверх. Зал еще какой-то. И здесь тоже сверху отверстие из него сыпятся камни. Ну, может, они тоже сыпятся миллион лет. Кто их знает. Постойная яма или пещера, по которой мы сейчас идем, она еще именно соединяется вот этими тоннелями переходными между собой и объединяет с собой еще черную пещеру и пещера Пивка. И эти тоннели были вырублены в пещерах во время Второй мировой войны. из стратегических соображений. Кто-то прикалывается или что-то полностью выключает свет. Где-то фонарик зажегся. Я надеюсь, что это не проблема с электричеством, а то придется выходить в темное вообще. Хоп, включили. Ну, красавчики. Сейчас мы находимся на самом нижнем уровне в этой пещере. Глубина 120 метров от поверхности земли. И это считается самым акустический зал в рождественские праздники. Здесь проходят какие-то там торжества, праздники, действия, шествия. А вот с этого ракурса видно русский мост, про который я вам говорил. и мы сейчас уже начинаем подниматься, но видим, что эта дорога проходит над нами. Здесь вот хорошо видно сталактиты висят прям какие-то развернутые куски ткани. Имеют такую широкую часть сталактитную. Обычно я привык видеть в других пещерах типа сосулек. А здесь просто это обалдеть можно, они как развернутые. В следующем зале тоже хорошо их видно. Колонна вот эта белая под названием бриллиантовая. Это чистый известняк без единой примеси. Сейчас я обойду эту колонну и покажу. Вот эта бриллиантовая колонна сталагмит необыкновенной красоты. Да, тут есть на что посмотреть красивая. Она еще растет. Природа не закончила свое творение. Чем дальше, тем больше произведение искусства. Все блестит. на выходе зал 40-метровой высоты, в котором часто проходят торжественные мероприятия. Может быть свадьбы, может быть еще что-то. Здесь очень хорошая акустика. Тут же продаются сувениры разнообразные, туалеты. и отсюда мы погрузимся опять на паровозик и поедем к выходу из пещеры. Вот и усели с паровозик и поехали к выходу. На выходе получил фотографию на память, объектив запотел, но о чудо мы вышли на улице солнышко. Наконец-то мы его увидели. Надо еще где-то прогуляться. Ну что, по пещере закончили. Пойдем ночевать в отеле. А завтра, если получится, я еще хочу заехать в Придьямский замок. Тоже очень интересный замок. Он закрывает ход в пещеру. Но если туда попаду, я о нем расскажу. Иду по рядам сувенирами. Здесь изделия из камня. Наверное, все-таки это из местных может быть каких-то пород разного цвета, разной фактуры. Ну очень красиво. здесь интересно сделано. Прям вырубка из скалы что-ли. Да, видно, что это не искусственно. Действительно, они так и были. Но откуда, я не знаю в пещерах мы такого не видели. А дальше что творится? Прикольно. Очень красивые изделия. написано, что это минералы. И тут минералы лабрадарит, кальцит. А ну да, это уже пещерное. Потому что вся пещера из кальцитов. блин, красиво. Вообще прикольный магазинчик. Все сверкает и блестит. Давайте посмотрим моего тоже. Ну да, это название именно что-то ванаденит, флюорид, кобальто-кальцит. Это тоже какие-то кальциты кобальтовые. Некоторые камни очень хорошо полированные, шлифованные. получается вот такое произведение искусства целое. А здесь еще и цвета разные. Название не вижу. Шрикацол какой-то. Короче, я не знаю. По-моему, по-хорватски написано. Ой, по-славянски. это типа нашего уральского малахита. А есть малахит. Малахит. Варникана. Это что-то из слюды похоже. Или с включением слюды. Есть. Тяжелый очень. интересные поделочки. Здесь у нас мед. Так, лавандовый мед. форест. Не знаю, что такое. Вероятно, косметические изделия.